Сколько человек ищет работу сегодня в Кировской области, подсчитали в Центре занятости. По статистике, за последние полгода уровень безработицы сократился больше, чем на 1%. Это очень резкий скачок для Приволжского округа, отметили специалисты. Что делают для того, чтобы безработных кировчан стало еще меньше, узнала Ирина Сырцева. Елена службу занятости периодически навещает последние полгода. Дипломированный учитель математики еще во время учебной практики поняла, пестовать юных архимедов не ее призвание. Пока для себя определила, хочет быть секретарем или офис-менеджером. Дело не очень быстро обучаться, девушка спросительная, предлагая исполнительность, предлагая коммуникативные данные. Девушка поработала в нескольких фирмах, сработаться не получилось. Но учет не встала, но справочной базой в службе занятости пользуется в полном объеме. В банке больше полутора десятка тысяч вакансий. И их становится все больше. Сегодня, к сожалению, меньше претендентов на вакансии. Выбор был больше среди людей. Сегодня выбирать особо нескольких. Вот это для работодателей, так сказать, говорят, что с одной стороны это не очень здорово. Уровень безработицы с момента последнего исследования в начале года сократился с 7 до 6 процентов. Это самое резкое снижение общего уровня безработицы в ПФО. Самое резкое снижение. На 1,2 процента. Еще один скачок уже вверх. В среднем размере зарплат с 11 до 13 тысяч. Если проблема безработицы будет решаться и дальше такими темпами, без работы останутся сотрудники центра занятости, шутит его начальник. Инспектор центра Ольга Запольская уверяет, без дела сидеть не будут. Здесь не только помогают найти работу, но и преодолевать психологические барьеры во время ее поиска. Кто обращается в службу занятости, они в какой-то степени уже испытывают некий психологический дискомфорт, поскольку им приходится менять работу, а смена работы это очень серьезное событие в жизни любого человека. Менять работу, профессию или должностные обязанности психологи рекомендуют хотя бы раз в 5 лет. А найти место должны помочь новые законы, которые вступили в силу 14 июля. Один из них запрещает в объявлениях указывать пол, возраст и национальность желаемого работника. Я вам просто приведу пример. Когда у нас написано, ищу бухгалтера и главный бухгалтер женщина до 35 лет. Просто смешно, понимаете, чем 36-40 летняя женщина не может выполнять должность бухгалтера. То есть это, конечно, мы расцениваем, как ликвидация явной дискриминации, которая никак не связана с деловыми качествами. Кроме того, новые законы обязывают предпринимателей принимать на работу многодетных, а бизнесмены, у которых в штате больше 35 человек, будут в обязательном порядке трудоустраивать инвалидов. Ирина Сырцева, Алексей Стахеев, Бюро новостей Давича.